Приветствую бойцы, как узелок, как настроение? Добро пожаловать на ТС-8 Ручок, давайте посмотрим на новый контент в игре Варобос. Конкретно сейчас наблюдаем нового Титана, наверхонького только завода. Наблюдаем, что он выполнен весьма качественно, внешне выглядит симпатично, как и весь контент в принципе в игре Варобос. Разработчики визуал делать умеют. Также анимации по-любому будут великолепны на высшем уровне. Я еще на данном Титане не играл ни разу. Наблюдаем у него 4 слота вооружения. И вообще мы наблюдаем, что внешний вид у него отдаленно напоминает Ау Квина, красного дракончика. А по способности он отдаленно напоминает Нодденса. Это Титан, у нас ремонтный саппорт, так сказать. Здесь ничего, разработчики не написали, просто написали, что хпшки 420 тысяч, что весьма прилично, скорость 46. Нормально, 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 ничего плохого по этому поводу сказать не могу. Так что давайте пробежимся по текстовой части. Первая способность у него Sharp Shift. В ремонтном режиме вы просто нанороботами ремонтируете своих союзников, ну и стреляете там со своих слотов вооружения. Нажимаете на данную способность и переходите в атакующий режим. Мало того, что у вас 4 слота вооружения легких есть, бета-слота, у вас появляется еще одна пушка, которая автоматически стреляет по врагам. Также, кто стоит от вас неподалеку из союзников, Титаны, роботы получают бонус к урону. Великолепно, великолепно. Процентаж, к сожалению, не написали разработчики. Далее способность вторая. У всех Титанов подвес способности. Голден Хорн. Если вы нажимаете Голден Хорн в ремонтном режиме, у вас происходит более активный ремонт. Великолепно, классно. А если нажимаете Голден Хорн в атакующем режиме, ваша пушка, ракетница, которая пятая пушка, начинает врагов подавлять. Эффект Супрэшн. Сколько в процессе разработчики не написали. Далее, новая пушка Лантнер. Что-то это типа какое-то современное лазерное вооружение с эффектом слепоты. Что такое слепота? Непонятно. Разработчики сказали, пока слепоту отключили в эту тестовую сессию. Мы будем наблюдать просто механику данного вооружения. Как оно работает, перезаряжается и так далее. Без эффекта слепоты. Потом, возможно, понаблюдаем эффект слепоты через недельку. Также на тестовом сервачке мы тестируем и новый пассивный модуль для Титана. Странное название. Реактор. Что это такое? Это разработчики сделали гибрид из каннибала реактора и антиматерии. То есть данный пассивный модуль повышает атаку, урон по Титанам и урон по быкновенным роботам. Проще говоря, вот взяли каннибала реактора, взяли антиматерию, соединили. Получилась вот такая штука-дрюка, мощная, крутая. Далее, далее. Что мы еще будем тестировать? Мы будем тестировать новую механику перемещения бегемота. Мы знаем, что бегемот способности... Здесь написано, не написано? А, написали. Но скорость его передвижения снижена. Раньше, известно, когда вы активировали 4 слота вооружения, бегемот стоял и получал повреждения, не мог спрятаться, и поэтому был не в очень выигрышном положении на полях сражения игры. Варробос страдал. Откровенно скажем, он страдал. Теперь, когда вы будете активировать 4 слота вооружения, вы будете перемещаться. И поэтому его выживаемые характеристики, скажем, сразу повышаются многократно. ХПшки у него много, слотов вооружения много, они тяжелые, еще и перемещаются. Просто, наверное, будет какая-то новая имба. А, тем более, Андрей Квасов мы знаем в режиме Бастиона, когда активированные все слота вооружения добавляют бегемоту сопротивление урона. В общем, бегемот, скорее всего, будет реально чумовая... Чумовый робот. Если можно так... Чумовый динозавр. А теперь, дорогие друзья, давайте разберем болезненный вопрос. Это нерфы. Нерфы в игре робот происходит, к сожалению, к сожалению. Не ради баланса, а ради продажи нового контента. Разработчики нерфят роботов в модули титановые и так далее. И вместо них появляются такие же роботы титаны и пушки, но с другими названиями и со сравнимыми характеристиками. К сожалению, это так. Пиксоники сначала продают, потом нерфят, потом продают новое со сравнимыми характеристиками. Данный ютуб канал, кто-то до сих пор не понял, ведется с позиции обыкновенного игрока. Данный ютуб канал это мое хобби. Отвлекаюсь я от работы. Кто-то ходит на охоту, кто-то ходит на рыбалку. Я веду ютуб канал и веду его с позиции обыкновенного игрока. На данном канале озвучиваются проблемы и боли обыкновенного игрока. Вот вы страдаете от чего-либо там такого, да, сравнимого. И у меня тоже самые проблемы, боли и так далее. Есть инфлюенсеры, ну типа как этого прогрессора, официального ютубера Гликмана, ну других там ютуберов, понятно, просто активных пользователей, да, которые пропагандируют, продвигают позицию разработчиков компании Пиксоник. Ну и соответственно объективности там ноль, ноль без палочки. Объективности нет, они продвигают идеи, выгодные компании Пиксоник. Поэтому, если вы вдруг не знали, рассматривать ютуб канал Гликмана может только с точки зрения пропагандиста, только с точки зрения рекламы. Понятно, там можно посмотреть механики нового вооружения, посмотрели, но иметьте, вы должны остаться при своем мнении, при своей позиции. Итак, вступление закончили, давайте разбираем, что у нас будет. Фафнира будет нерфить, Ревенанта будет нерфить. Раньше он, соответственно, в способности получал всего лишь 1% серых повреждений, сейчас будет уже 10% серых повреждений. Прочность на 10% снижена, прочность щитов увеличили, но щиты у него как отваливаются. Так они будут отваливаться, потому что они хилые. Чтоб щиты реально спасали Ревенанта, ему нужно увеличить прочность щитов не на 10% в 2 раза. Орочий, Орочий станет более умирабельным, потому что у него зарезали целую 1 секунду способности. То есть у него было 2 способности 10 секунд, сейчас будет 2 способности 8 секунд. Не критично? Ну, вроде бы не критично, но ему же еще подняли время кдшки способности с 18 до 22. И в совокупности 1 нерф плюс 2 нерф получается уже весьма критичный. Так далее, Хок. Ох ты, блин, Хок. И Хока немножко подрезали. Да, ладно, Шелл. Можете поставить на паузу и позвучать данные характеристики более подробно. Я буду просто продвигаться глазами и ужасаться. Бегемота апнули. Теперь у способности, когда вы активируете, ну, мы уже сказали, 4 ста вооружения, он начинает ходить. Ну, медленно, но будет ходить. Я уже проверил на тестном сервачке. Там бак имеется. Скорость не 20 километров, а несколько больше. Ланцелота апнули. Офигеть, очень актуальный робот. Джиггернаут апнули. Бегает, как сумасшедший. Скоро Джиггернаут. Паук будет бегать, как сталкер какой-нибудь. Вэллансили ремонтируют. Фантом там на 5% очки... Ой, на 5 очков защиты больше у него. Офигеть. Булварк тащить будет скоро. Райджин, Меркури. Ох ты. Райкер, Инвайдер, Тур. В общем, все роботы не очень актуальны. Немножко их бафнули. Бафнули. Но в нашей игре хп-шка, хп-шка. Влияет не на многое. То, что они увеличили, это чисто номинально. Чтобы для статистики не было такого, что один негатив, одни нерфы. Вот разработчики скажут. Посмотрите, мы не только нерфим, мы еще и апаем. Но, повторюсь. Хп-шка не спасет данных роботов. Потому что в нашей игре влияет очень много именно способность. Способность. Какая у тебя способность? Способность у данных роботов не актуальна. Чтобы данные роботы были актуальны, нужно им менять способность. Но этого не произошло. Также по вооружению. Современные замораживающие скоржики тоже подверглись двойному нерфу. Их боевая эффективность весьма снижена. Они стали... Станут, ну я так прогнозирую, как старые скоржики. Вот есть старые скоржики плети, да? Вот и современные скоржики будут что-то типа такого. Токсины. Новые пушки, да? Уже не новые пушки. Потому что выходят новые пушки. По-настоящему новые пушки. И чтобы не было конкуренции, старые пушки нужно несколько зарезать. Ну вы знаете мою позицию. Я сторонник того, что происходили естественные нерфы. То есть выходило новое вооружение, но было чем-то круче другого. Но в игре War Robots происходят искусственные нерфы. Чтобы освободить нишу вооружения роботов, пассивных модулей, титанов, пиксоники уменьшают характеристики имеющегося контента, к сожалению. Ну вот, немножко токсины подрезали. Огнеметы тронули, потому что огнеметы до сих пор играбельны. Старое доброе классное вооружение, но надо продавать. Надо продавать и его характеристики уменьшили. Фаерболы увеличили, потому что фаерболы вообще нулевое вооружение. Никчемное. Вот реально нужно его поднять. Я не отрицаю. Чтобы оно было хотя бы играбельно. У меня на аккаунте, вы знаете, есть фаерболы. Я купил блист с фаерболами и даже не стал его прокачивать, потому что отстой полный. Требушеты апнули. Ну и вооружение, которое нету места в игре, уже немножко апнули. Ну посмотрим, возможно, какое-то из вооружений-то заиграет. Ласт энд. Ласт энд раньше полностью не давал вам умирать. Теперь вас будут убивать. Он снижает урон на 99%. То есть, если по-моему будет прям интенсивный огонь, а у вас ласт энд, допустим, первого левела, сольют мгновенно. Ну, кле-амплифая. Также разработчики понерфили. Теперь, соответственно, он будет более долго накапливать эффекты. Бэтлборн апнули. Да, апнули, апнули. Потому что данный модуль абсолютно не нашел совместа в игре. Никто его не использует. Ну, возможно, после данного апа кто ему да и будет его использовать. Нитро юнит. Получается, что его апнули. Раньше он выключался на 70%, сейчас будет выключаться на 60%. Нитро юнит более-менее находит место в игре. У меня имеется одна штука в непрокачанном состоянии. Мечтаю ее прокачать. Ну все, полетели воевать, тестировать изменения и нового Титана. Итак, бой начинается. Тебе не забывай, нравится ролик, поставим лайк. Нравится канал, подпишись. Так, беги мод. Бегу просто вбок. Бегу вбок. Нажимаю на способность. Робот замедлился. И потом начал ускоряться. То есть, поначалу у него было 20 км в час, потом почему-то произошел баг и он начал бегать нормально. Вот, бегать нормально. Нажимаем на способность. Замедлился немножко. И потом опять прибавил скорости. То есть, произошел баг. Первые несколько секунд после активации 400 вооружения, режима Бастиона, он бегает, как и положено, с 20 км в час. А потом происходит баг и он бегает нормально. Вот сейчас скорость бега ненормальная. Такого на бомбсервачке не будет. Будет значительно медленнее скоростушка. Так, мои пушки стреляют на 600 метров. Но они не стреляют через укрытие. Так, снимаем щит. И нам нужно срочно кого-то поубивать. Хотя щит можно просто не снимать. Он работает всегда. Активируем режим Бастиона. И начинаем колбасить врагов. Тихо, тихо, тихо. Колбасим, колбасим. Нажимаем ремонт. Меня подморозили. Вы поняли, почему я не могу нормально стоять? Поняли. Да, всегда ставьте эту кнопку. Ручное удержание цели. Потому что прицел в игре воробус будет прыгать всегда. Потому что игра мобильная. Это неплохо. Это нехорошо. Это факт. С которым нужно смириться. Игра мобильная. Все близко. Игра не может понять, какую цель вы хотите выбирать. Она выбирает по расстоянию. Если враг будет, допустим, сверху, снизу, но ближе. А вы стреляли по этому врагу. Он обязательно прицел перескочит сверху или снизу. Игра не сможет понять, что враг находится за стенкой. Или там за чем-нибудь там неугодного. Опа. Напоклили меня. Ооо. Нажимаем ремонт. Быстрее, быстрее, быстрее. То есть игра не сможет понять, что вы не сможете поражать данную цель. И вы не хотели стрелять по данной цели, которая находится там сверху, снизу. Немного сверху, снизу. Там на втором, третьем этаже. Там на нулевом этаже за укрытием. Поэтому всегда используйте захват цели. Ручное удержание цели. У нас небольшие технические проблемы. Не у нас, а у игр естественные. И почему-то такое ощущение, что игра зависла. Враги абсолютно не перемещаются. А там. О, все зависли, посмотрите. Один перемещается только. Все зависли. Все стоят. О, проходит урон. Да, прикол. Таких приколов я еще не видел. Так, значок, что очень плохой интернет. У меня очень хороший интернет. Ростелеком проводной. И перемещается всего лишь два бойца. Я и еще один мой синий союзник. Так, этого убили. Сейчас мы выпустим титана. Посмотрим нового титана. И пойдем в следующий бой, где уже враги будут нормально перемещаться. О, рванинка. Рванинка бегает. А у меня почти готов титан. Вот это тестовый сервачок, я понимаю. Тестируешь, никто не перемещается, спокойно можешь титана активировать. Также разработчики я бы вам рекомендовал бы, если мы тестируем титана, чтобы он был доступен сразу всегда. Потому что, что ж, с кораблем мы тестировали корабля. Очень долго ждать активации корабля, долго ждать активации титана. Желательно, если новый контент заключается именно в титане или в корабле, чтобы сразу можно было это все дело тестировать. Так, берем на нового титана. Хэмдоу, как-то так он называется. Давайте покрутим. Поверьте, посмотрим его с лицевой части. Вот, посмотрели. Так, новые пушки. Ух ты, блин. Лазеры примагничиваются. Посмотрите, влево-вправо я прицел кручу-верчу. Но он не сбрасывает цель. То же самое, что раньше было у Магнума и так далее, вооружение. Прилипание называется. Прицел прилипает к нужной цели. И лупит весьма мощно. Что это такое? Что это такое? Какой-то новый значок. Разработчики сказали, что слепоту на тестовый сервачок не добавили. По-моему, что-то не добавили. Так, это у нас сейчас ремонтный режим. Как мы поняли, в данном радиусе все союзники будут получать ремонт. Нано-роботы будут исходить от меня и прыгать на союзников, их ремонтировать активно. То есть мини-сварщики. Данные пушки стреляют на А-600 мира, поэтому мне нужно подойти поближе. Так. Неплохой, очень некислый урон. Очень крутой. Нажимаем на способность. Боевая. Боевой режим включаем. Так, появилась пушечка. И она активно долбит. Пошел секундомер. Сколько данная пушка работает? Переносила работает. По-моему, данный режим никогда не отключается. Боевой режим. Ну, давай, давай, давай повоюем. Давайте сами себе кораблем обдадим. Трах тебе, дох. Классно. Так, меня Муромец пропал, к сожалению. Да, данный режим полностью не отключается. Прячемся, 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 прячемся. Ой-ой-ой, какой-то злой. Так, активируем ремонтный режим. И активируем еще одну штуку. Сейчас должен произойти супер-мега-ремонт. Вторая способность. Нажали супер-мега-ремонт. Ну да, быстренько, быстренько. Теперь активируем... Мышка нажимаем. Теперь активируем боевой режим. Полетели какие-то ракеты, плазмы или что-то такое, не знаю. Теперь, когда нажму я боевой режим, мои эти ракеты, лазеры, настроенная пушка будут иметь эффект супрэшн. Врагов я буду проклянать. А, я никого не буду проклянать, потому что сейчас меня, скорее всего, убьют. Ну, давайте на бегемоте протестируем. Нажали. Смотрим. Пушки красные. Великолепно. Да, работает. Небольшая КДшка у этих лазеров наблюдается. То есть, данное вооружение весьма-весьма актуальное. КДшка всего лишь 5 секунд. Так, и мы сможем с вами еще один бой поиграть, если техническое состояние тестового сервачка позволит. Так, еще один бой. Давайте посмотрим на Рочи, которого способность заразана. На одну секунду. И КДшка способность увеличена на 4 секунды. Прошу понять и просить. Я немножко болею. Буду немножко кашлять, шмыгать носом. Потому что немножко болеют. Так, проверяем. Невооружение проверяем. Нажимаем. Написано 5 секунд вообще-то. Разработчики, вы что-то как-то плохо там ребалансируете. По-моему, у вас ребаланс не удался. Так, у этих, у этих супер-мега-пушек понерфили разброс. Ну, урон не понизили, значит что? Надо воевать просто поближе. Поближе подходить к врагам, чтобы испытывать прежний крутой боевой у них эффект урон. Сумасшедший дикий урон. Чтобы было такое же, как и раньше. Напоминаю, это всего лишь тестовый сервачок. Что именно появится на боевом, пока неизвестно. Ну, вблизи неплохо дамажит. Давайте забросим обойму. Весьма круто. Пафнирушка, пафнирушка. Твоя скорость весьма низкая стала, да? Посмотрите. Давай, до свидания. Приколист. Прикалывайся. Так. Трах-ти бедох. Пожалуйста, не лагай. Понятно. Я стрелял, стрелял, стрелял. А Орочи на самом деле был уже в другом месте. Нажимаем на способность. Такое ощущение, что Орочи нерфу на данном... Данную тесту сессию не поддался. Разработчики старались его понерфить. Он сказал, нет, я отказываюсь нерфиться. Потому что у него весьма быстро все кдшится. И способность длиться положенные ему 5 секунд. Так, работаем по ревенанту. Все запнул. Фиксоники. Как здесь можете тестировать, если все лагает ужасно? Все стоит, дергается и так далее. Орочи. Ну-ка, стоять, бояться, где-нибудь не прятать. И не лагать. Ай, ремонтируются, засранец. Все, не ремонтируются. Способность. Тихо-тихо-тихо. Урон. Великолепный урон. Так. Взлетай. Покажи свою скорость. Покажи скорость. Ну, взлетай. О, взлетает вроде бы. Или его убили. Его убили. Так, берем бегемотика. Покрасил бегемотика. Молодец, красавчик. Я не решил не заниматься покраской, потому что много нового контента. Активируем слоты вооружения. Баляха-кумуха. Ух ты, что он поставил. Что-то страшное. Нажимаем ремонт. Блин, ну бегемот реально будет им бища. Работаем, работаем, работаем. Фиксоники, фиксоники, просьба. Чтобы нормально происходили тестовые сессии, надо, чтобы не лагала просьба. Вот сейчас стрел по бегемоту, ничего не уменьшилось. А, понятно. Урон не проходит, потому что серверные проблемы. Что-то у нас произошло. А что произошло? Что-то произошло. На этом, друзья, все. До скорой встречи. Пока. Пока.